В эфире новости Карелии в студии. Анна Ильчик, здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Я бы хотела в первую очередь стать счастливым человеком. Последний звонок. Карельские выпускники прощаются со школой и отправляются во взрослое будущее. Только перегнали с привязки сюда коров-то. Ой, как они тут бегали! Счастливые вообще! Новый автоматизированный доильный цех заработал в премьенном хозяйстве Ильинская. Мода возвращается и то, что мы носили 20, 30, 50, 100 лет назад, возможно, мы будем носить в следующем сезоне. Участники проекта «Стильно» представили свои образы на финале конкурса в Петрозаводске. Сегодня по всей республике звенят последние звонки. В эти теплые майские дни больше трех тысяч одиннадцатиклассников прощаются со школами и учителями. Со вступлением в новую взрослую жизнь выпускников поздравили первые лица Карелии. Первый раз, первый раз, сурёвкой шли, дорожкой зимой. Первый раз светит нас, от добрых взгляд и сверху дырки. Последний звонок об окончании школы в Карелии прозвенит в этом году для 7 тысяч девятиклассников и 3 тысяч одиннадцатиклассников. Большая часть праздничных мероприятий состоялась сегодня. Глава республики Артур Парфенчиков поздравил выпускников с этим ярким днём. Впереди экзамены, тревожное ожидание, поступил, не поступил. У кого-то новая жизнь дали от дома. Но это всё потом. А сегодня время сказать спасибо педагогам и родителям. Время дать слово друзьям, что не потеряетесь во взрослой жизни. Время ожидания счастливых перемен. В добрый путь, дорогие выпускники. В этот долгожданный день будущие педагоги и юристы, академики и режиссёры волнуются одинаково. Спектр чувств от печали до радости. Наверное, немного тревога и счастье. Счастье, потому что окончила собственную школу. А тревога, во-первых, неизвестность по поводу будущего. Во-вторых, всё-таки это потеря общения какого-то. Мы же наверняка не будем так сейчас общаться, как ранее. Школа научила доверять и проверять. А также, думаю, взаимопомощи. Это очень важно здесь. Я думаю, у каждого выпускника есть определённые цели, которые он планирует добиться. В моём случае я бы хотела в первую очередь стать счастливым человеком, у которого всё складывается наилучшим образом. И тот путь, который я бы выбрала, чтобы он приносил мне удовольствие. Поздравить выпускников 34-й школы с этим важным событием, последним звонком и сказать напутственные слова пришла мэр Петрозаводска Инна Колыхматова. Самое главное, уважаемые выпускники, знайте, Петрозаводск гордится вами. Мы вас верим. Мы надеемся, что всё получится и обязательно получится. С родным учебным заведением попрощались и вчерашние ученики. Первые выпускники Петрозаводской школы номер 55. Самой крупной школы в республике. Очень сильно переживаем, потому что это уже последний звонок. Всё, это уже почти взрослая жизнь, последние детские такие моментики. От имени правительства республики Карелия, от имени главы республики Артура Олеговича Парфенчикова, от Министерства образования и спорта республики Карелия я желаю вам действительно хорошего, такого надёжного плавания. И пусть это будет удачное плавание. И неважно, какую профессию вы выберете, а я уверена, что сегодня на сцене были будущие инженеры, кораблестроители, экономисты, юристы и, конечно же, врачи. Возвращайтесь в свою родную школу. Возвращайтесь и благодарите тех, кто вам помог выбрать эту профессию. В Медвежегорске выпускников своей родной школы номер один и школы имени Фанягина поздравил спикер Карельского парламента Элисан Шандалович. Председатель ЗАГСобрания пожелал ребятам успешной сдачи экзаменов и правильного выбора дальнейшего жизненного пути. Я, конечно, желаю вам успешной сдачи выпускных экзаменов, желаю успешной сдачи в дальнейшем вступительных экзаменов. Уверен, это тоже получится. Двери наших высших учебных заведений, наших колледжей открыты для вас. И они дают очень хорошее, качественное образование. И в жизни это здорово помогает определиться. Ну и желаю вам, ребята, в добрый путь. Впереди у сегодняшних выпускников вступительные экзамены и новая взрослая жизнь. Успехов и светлого будущего им желают Анастасия Мячина, Любовь Цыганова, Анна Педраза, Алексей Миронов, Максим Зверев. Служба новостей. В Карелии хозяйство готовится к посеву кормовых культур. По традиции, первыми начали аграрии Аланецкой равнины. Глава Карелии Актур Парфенчиков оценил ход пахотных и миллиардативных работ. Возрождение сельского хозяйства в районе проходит благодаря федеральной и региональной поддержке. Племсовхозы Ильинский и Мегрига планируют провести яровой сев на общей площади более 3000 гектаров. Под видлицей вспахивают поля, которые много лет простаивали. Проводится работа по дискованию почвы для того, чтобы ее засеять. Чувствуешь свой труд, что это не проходит как-то даром. Люди ходят, смотрят, удивляются. Очень местные жители рады, что это все заново как-то развивается, не забрасывается, что это все как бы пошло, идет дело. А первый кормовой урожай уже взошел. Полбескрайнее зеленое поле озимых, в данном случае ржи, станет подспорьем для карельских аграриев. Такие культуры сеют осенью, после зимовки они продолжают жизненный цикл и созревают раньше яровых. Порядка 10 стеблей из одного семени выросло, что является очень эффективным результатом. Потом, учитывая, что, как мы знаем, в Карелии зима была очень суровая, и культура перезимовала, выдержала. Основной продукт племь совхозов – молоко и мясо крупного рогатого скота. Добавление в животный корм молодых трав значительно повышает количество и качество продукции. По результатам прошлого года, надои молока на одну корову в этих предприятиях составили более 9 тысяч килограммов. Это практически верхняя планка производительности и серьезный результат в целом по стране. Хочется просто поблагодарить наших тружеников села и руководителей, конечно, которые принимают и смелые решения, очень интересные, современные. Действительно, появление все в обороте, добавление к кормам и кукурузы, и ржи, и ряда интересных трав, но они дают результат. Помимо освоения новых пахотных угодий, проводятся работы по улучшению уже используемых. Рядом с деревней Судолица идут мелиоративные работы, в частности, очищают водоотводные канавы, после чего их будут формировать заново. Всего планируется провести мелиорацию на площади порядка 900 гектаров. Также Оланецкие аграрии внесут под кормовые культуры более тысячи тонн минеральных удобрений. Илья Лопухин, Максим Зверев, Служба новостей, Оланецкий район. Племенное хозяйство Ильинское запустило в работу новый автоматизированный доильный цех в районе села Видлица. С ним также построили современный просторный коровник на 400 голов. Первые 200 новоселов обживаются на новом месте и громко мычат. Так животные реагируют на новую обстановку. Впрочем, по словам зоотехников, рогатые, которые раньше содержались на привязи, уже оценили улучшение жилищных условий. «Возмущаются немножко, что только приехали. А так-то очень комфортно. Только перегнали с привязки сюда коров-то. Ой, как они тут бегали. Счастливые вообще». Автоматизированный доильный зал рассчитан на 32 коровы. Современное оборудование установлено с запасом на перспективу увеличения поголовья. Оно позволит сократить трудозатраты вдвое. На ремонтно-восстановительные работы направили порядка 220 миллионов рублей. В том числе почти 129 миллионов составило субсидия из регионального бюджета. Вчера от нового цеха уже отправился первый полный молоковоз. Около двух тысяч водителей с начала этого года получили штрафы за несоблюдение правил обгона на трассе Кола в Карелии. Зачастую такие маневры приводят к трагическим последствиям, что хуже всего погибают или тяжело травмируются невиновные. Те, кто правила соблюдают. В очередной рейд вышли сотрудники Республиканской госавтоинспекции вместе с представителями УПРДОРКОЛа. Много ли нарушителей было в этот раз, расскажет Анжела Дребешевская. Как видите, на федеральной трассе ведем поток транспортных средств, контролируя дорожное движение, дабы люди не совершали правонарушений в области обгона транспортных средств в местах, где это не установлено правилами дорожного движения. Мероприятие «Скрытое патрулирование» проводится на федеральной трассе каждый день. Инспекторы работают, что называется, в паре, только не в паре человека, а автомобилей. Один из них без цветографических схем и проблесковых маячков. Именно в гражданской машине ведется видеофиксация нарушений, которые моментально передаются патрулю в служебное авто, которое находится неподалеку. Узнать заранее, где будет проходить рейд, невозможно. На федеральных трассах при въезде в республику у нас стоят непосредственно таблички с нужной информацией о том, что у нас проводится на территории республики Карелия скрытое патрулирование. Конкретный район не указывается, потому что как раз и будет сама изюминка мероприятия «Сорона». Подобные мероприятия направлены на снижение уровня аварийности на трассах Карелии. Грубые нарушения правил дорожного движения приводят к серьезным ДТП. Так, с начала этого года в 48 авариях погибли 13 и пострадали 73 человека. Инспекторы называют самую частую ошибку водителей. Допускают нарушение правил обгона, как при использовании полосы встречного движения, так и на пешеходных переходах, на мостах, путепроводах. Категорически запрещено. Конечно, есть ряд водителей, которые управляют состоянием опьянения, без права управления. Зачастую это у нас столкновение, съезд в обочину. Люди, пытаясь избежать каких-либо маневров, попадая в дорожно-транспортные происшествия, в аварии, где, как непосредственно, и количества. В рейде, в котором побывала наша съемочная группа, нарушений зафиксировано не было. Но, к сожалению, это еще не говорит о том, что завтра или послезавтра все будут также законопослушно передвигаться на трассе. Тем более, что впереди сезон отпусков, а трассокола – транзитная. Инспекторы ГИБДД продолжат выявлять нарушителей правил дорожного движения, а в скором времени обещают подключить к скрытому патрулированию квадрокоптер. Анжела Дробышевская, Александр Борисов, Служба новостей, Прионежский район. Вокалистка хора стала жертвой мошенников, а на клумбах нашего города распустились тюльпаны. Об этом мы не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». Проезжая часть на улице Зайцева в районе дома номер 26 будет полностью перекрыта с 23 мая для производства работ на тепловых сетях. Администрация Петрозаводска призывает водителей искать пути объезда. Ученики Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва приняли участие в чемпионате России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Екатеринбурге. Данила Васильев стал абсолютным чемпионом страны. В поисках дополнительного заработка на бирже 45-летняя вокалистка хора из Петрозаводска перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере. В Петрозаводске распустились тюльпаны, посаженные прошлой осенью. Красные и желтые цветы теперь украшают скверы Горсовета, Элиаса, Ленрата, Юрия Андропова, Театра кукол, площади Кирова и Ленина, а также другие территории города. Сегодня в Петрозаводске прошло открытие мемориальной доски памяти писателя, известного ученого-фольклориста Дмитрия Михайловича Балашова. Ее установили на Гоголя-22, в доме, где жил выдающийся писатель и ученый. В церемонии участвовали жильцы дома, в том числе и родственники Дмитрия Михайловича. Балашов жил в Карелии с 1960 по 1985 год в Петрозаводске и в деревне Чебалакша. Изучал фольклор как младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории карельского филиала Академии наук СССР. Здесь Дмитрий Михайлович написал свои выдающиеся труды и проявил себя как исследователь, открывший новый метод собирания фольклора. Дмитрий Балашов безвозмездно ездил на Белое море, где собирал сказки, пословицы и поговорки. Карельскому республиканскому совету Всероссийского общества охраны природы исполнилось 65 лет. К этому событию в Петрозаводске открылись художественная выставка «Волшебная природа Севера» и книжная экспозиция из истории охраны природы Карелии. На них побывала наш корреспондент Любовь Циганова. 20 мая Карельскому республиканскому совету Всероссийского общества охраны природы исполнилось 65 лет. К этой дате в Национальной библиотеке Республики открылась выставка «Волшебная природа Севера», на которой представлено 12 работ, созданных в период с 2009 по 2022 год известной корейской художницей Маргаритой Юфа. Эта любовь, выраженная красками, все картины объединяет одна тематика – чувство к природе, стремление сохранить ее первозданную красоту. Я очень трогательно, очень трепетно отношусь к природе, окружающей меня, и она очень меня вдохновляет. И даже на территории нашего города, ходя по улицам, я, наверное, больше вижу природу, чем сам город. Вторая открывшаяся экспозиция – книжная. Гости выставки могут не только посмотреть на застывшую красоту природы, но и познакомиться с историей ее охраны. Важно, чтобы население знало природу, любило, ценило, берегло. И поэтому выставки художественные, книжные, они очень важны, чтобы наши жители Карелии, гости Карелии знали природу, понимали ее, любовались природой. Увидеть картины Маргариты Юфа и полистать представленные книги, посвященные природе, можно до 19 июля. Любовь Цыганова, Дарья Астахова, Алексей Локтев, Служба новостей. Праздник дополнительного образования прошел в столице Карелии. Петрозаводск принимал у себя в гостях более 400 работников сферы образования и науки со всей страны. В Петровском дворце завершились основные события форума по вопросам дополнительного образования и 9-го всероссийского конкурса «Арктур». Конкурсные испытания прошли по пяти номинациям. В них приняли участие 90 лауреатов из 34 субъектов Российской Федерации. У нас была номинация «Руководитель и заместитель руководителя образовательной организации» и состояло наше конкурсное испытание из трех заданий. Это, собственно, творческая самопрезентация, решение управленческого кейса и собеседование с членами жюри. Все очень тепло, чудесно, восхитительно. Я на самом деле фигерия какая-то, настоящий праздник дополнительного образования. Очень серьезный подход к отбору участников. Есть отборочный тур, так что руководители здесь, как дети, за партами. Буквально сначала сдают экзамен, а потом уже выходят на нарядную сцену. Обе наши героини вышли на нарядную сцену при объявлении результатов в номинации «Руководитель и заместитель руководителя образовательной организации». Директор Петрозаводской детской музыкальной школы номер один имени Гельмера Синесала Лариса Пацанковская стала победителем конкурса. Пацанковская Лариса Евгеньевна! Руководители и их заместители, методисты и педагоги участвуют в конкурсе традиционно. А вот педагоги-организаторы образовательных учреждений пробовали свои силы впервые. Узнать больше обо всех участниках и победителях каждой из номинаций можно в паблике Всероссийского клуба педагогов «Арктур» в социальной сети ВКонтакте. Вепсянка Анастасия Евтушенко родилась и училась в Петрозаводске. Сейчас живет и работает в селе Шолтозера на территории традиционного проживания вепсов. Преподает вепский язык. А в сентябре этого года на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» она будет представлять нашу республику. Подготовка к состязанию впереди. Пока же необходимо завершить учебный год. Шоу Ториарф и Петровской. Мини-отцом, что это для нас? Что это для нас? Родина. Родина. Молодцы. Ученики Шолтозерской школы начинают изучать вепский уже в первом классе. Мы побывали на уроке у второклашек. Тема занятия – «Кодима», что значит «Родина». В Карелии языки коренных народов не являются государственными. Нет обязательного изучения их в школах. У учеников Шолтозера на вепский отведен час в неделю. Раньше было три. А сколько часов должно быть в неделю, чтобы вот ребенок знал язык? Три? Как было? Ну, три было идеально. Хорошо было. Вот три, ну, может быть, два. Но три – это было самое то. Очень хорошо. Я сама училась в Веногорской школе. Я просто сравниваю уровень, да, знание языка у нас, например, какой он был. И сейчас у детей. В апреле Анастасия Сергеевна на республиканском конкурсе «Педагог года» стала лучшей в номинации «Учитель родного языка». В сентябре педагог отправится в Татарстан на всероссийский конкурс, где встретится с коллегами – учителями татарского, осетинского, корягского, ненецкого. Анастасия Сергеевна пока размышляет, как представить вепский язык на уроке у детей Татарстана и на педагогическом мастер-классе. Но с нами уже поделилась одной наработкой, которую также видела жюри республиканского конкурса «Педагог года». Подробнее мы расскажем об этом и о большой любви к вепскому языку в новом выпуске проекта «Современники». Он выходит в эфир сегодня. Юлия Кучеренко, Владимир Волотовский, Алексей Миронов. Служба новостей. Село Шолтозера. Прионежский район. Команда Центра научных исследований в ходе очередной экспедиции обнаружила на дне Ладоги старинный адмиралтейский якорь. Его удалось увидеть благодаря инженерным геофизическим методам поиска. Классический якорь, опутанный цепью, нашли в результате первых погружений. Как заявили эксперты, цепь на якоре ему самому не принадлежит. Размер звеньев слишком мал. И явно эта цепь не выдержала бы серьезных рывков. Если якорь будет поднят удачно, и с него будут должным образом убраны слои коррозии, наростов, то очень вероятно находка клейма одного или двух клеем на веретене, которые могут дать представление о том, какая мастерская занималась его изготовлением. Теперь исследователи планируют установить национальную принадлежность судна. После квалифицированной предварительной обработки находку, возможно, отправят в музей. Цель экспедиции Центра научных исследований, который объединяет ученых, инженеров и дайверов из клуба Дива, поиск ценностей Спаса Преображенского монастыря, которые были утеряны во время эвакуации в период Советско-финской войны. Институт истории, политических и социальных наук Петергоу выиграл грантовый конкурс от молодежного центра смена для реализации проекта о моде. Его участники смогли окунуться в стиль различных исторических эпох, переосмыслить культовые образы и даже побывать в роли иконы стиля. Как научиться интересно сочетать вещи и через одежду выражать себя и свой вкус, расскажет Наталья Лина. Модные, креативные и уникальные – все это об участниках проекта «Стильно». Одна из них – Анна Хаука. Девушка объединила в своем образе стилистику 50-х годов, элементы «Олдмани», а также вдохновлялась образами Жаклин Кеннеди. Результатом изучения моды различных исторических эпох стала визитка, которую она представила на финале конкурса. Вы знаете, что мода циклична, и это действительно так. Мода возвращается, и то, что мы носили 20, 30, 50, 100 лет назад, возможно, мы будем носить в следующем сезоне. Приз зрительских симпатий на проекте «Стильно» получил Ефим Золотов. Он представил несколько образов. Один был вдохновлен культовым сериалом «Острые козырьки», а второй – иконой стиля Джонни Деппом. Актер сочетает в своих образах хулиганскую небрежность и богемную роскошь. Такой самобытный стиль и зацепил участника проекта. Буквально недавно случилось, что я увидел видео, старое видео, ему 7 лет, реклама духов, где он принял участие. Ну и у меня в голове случилась искра, буря, и я решил воплотить это в жизнь. В течение месяца ребята посещали различные лекции на тему стиля и моды, а также общались с наставниками, которые помогали найти подходящий, интересный, а главное – близкий образ для итоговой визитки. Мы хотели сделать какой-то проект для молодежи, в котором они могут попробовать себя не в каком-то обыденном своем студенческом стиле, а в каких-то новых образах попробовать и примерить на себя новую одежду, в которой им будет комфортно и может найти для себя что-то новое. Проект стильно реализован в рамках грантового конкурса при поддержке молодежного центра «Смена» и, возможно, вдохновил кого-то на смену имиджа. Или более смелое выражение своего «я» через одежду. Наталья Ильина, Дарья Астахова, Алексей Миронов, Служба новостей. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.